В Долгопрудном Это ближайшее Подмосковье для тех, кто не в курсе Так вот, в Долгопрудном чиновники решили позаботиться о семьях участников СВО в этой связи По случаю праздника Пасхи, который православная общественность отметит 5 мая Родным и близким военнослужащих раздадут по куличу Ай, молодцы, какие аттракцион неслыханной щедрости прям В дереве праздника Светлого Христового Воскресения Пасхи Христовой Администрация городского округа подготовила с поздравлением от лица главы Всем семьям участников СВО куличи Поэтому ждем И если у вас возникают какие-то трудные жизненные ситуации Вопросы по оказанию гуманитарной помощи Также обращайтесь, телефоны на мониторах Мы ждем от вас различные предложения и запросы Мне все, Лусах Юрьевич, доклад окончен Это просто праздник какой-то Вот вы знаете, если раньше подобные предложения звучали нечасто И выглядели скорее как нелепость отдельно взятых индивидуумов Случайно оказавшихся на своих должностях Когда оно приобрело уже массовый характер Все это на какое-то издевательство походить начинает Ну какие куличи Сидит она на серьезных щах Несет данную ахинею от имени главы администрации Да если вы От имени главы администрации Хотите уделить внимание людям Тем более семьям, участникам боевых действий Проявить об этих людях заботу Ну сделайте что-то действительно трогательное Трогательное, незабываемое Что-то, чего они сами себе позволить не смогут Я не знаю, концерт, скажем Для них организуйтесь 9 мая Все это можно было бы объединить Или спектакль выездной Только не силами художественной самодеятельности А реальных, настоящих звезд пригласите Москва-то вон, за МКАДом Буфеты пусть бесплатно работают По окончании спектакля или концерта Предоставьте возможность С этими звездами пообщаться Сфотографироваться Подарите людям праздник Вот это Было бы классным решением Вот это бы потянуло на проявление заботы Значит Острая тема Тем более, ну сколько из того Долгопрудного мужиков-то на СВО уехало Человек 500 от силы Там город-то 100 тысяч населения Соответственно их семьи Это совокупно Тысяча 2-3 народу Половина из которых дети Для городского бюджета Организация концерта на такое число людей Это ж копейки Зато какое количество эмоций Зато люди почувствуют Что о них действительно помнят Нет, мы им по куличу За 100 рублей из пятерочки Еще по фантику от конфеты Вручили Ей-богу, что у них в головах вообще Спасибо Очень нужную и важную информацию Вы предоставили Стал насильно То, что касается Не только какой-то прямой помощи Но еще и внимания к людям Что мы как представители администрации Регулярно и демонстрируем Вот именно Ключевое слово здесь Демонстрируем Потому что Что мы как представители администрации Регулярно и демонстрируем Демонстрация заботы Ради галочки Как обычно Ради отчета Мол, дяденьки начальники Посмотрите Мы тут О семьях участников СВО Беспокоимся Еще раз Все вот это Это для начальства Видимость бурной деятельности Ребята изображают А на выходе Как всегда Лучше б не делали Ничего Одно сплошное позорище Реальная журналистика Нет слов Одни эмоции Тема сегодняшнего выпуска Поехали Ну а в России Тем временем Продолжается Патриотопад На Медне Стало известно Еще об одном Громком задержании На этот раз Арестовали Председателя Городской думы Нижнего Новгорода Некоего Господина Лавричева Главного Депутата Пятого города В стране На минуточку Обвиняют Народного Избранника Ни больше Ни меньше В присвоении И растрате В особо Крупном Размере Это уголовная Статья Причем там Группа лиц Что является Оттягчающим Оттягчающим Обстоятельством До 10 лет Статья Предусматривает Никогда Такого Не было И вот Опять Не получилось Не фортануло Что известно Еще Иванов Где И это вынуждает тебя потрогать. И не смешай, гаджу-ка. Ребят, давайте без дураков только. Для начала задам простой вопрос конкретно тебя. Как все это касается? У них там подковерная возня началась. Да, это факт, давно такого не было. Но на тебе конкретно оное как отразится или отразилось? Может быть, ты теперь богаче станешь? Зарплату тебе увеличат, причем сразу вдвое. Нет? Может быть, для тебя теперь перестанут быть актуальными вопросы призыва? И возможной второй волны мобилизации, о которой в последнее время все чаще болтают, тоже нет. Может быть, налоги снизятся после всех этих перетурбаций? Как думаешь о налогах, кстати? В ближайшем выпуске поговорим. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И опять ответ. Нет. Тогда вопрос номер два. На кой ляд вы во все это включаетесь? На кой ляд вы все это обсуждаете? Почему вам это так интересно? Слушайте, ну очевидно же, что пропаганда решила использовать данные разборки еще и для отвлечения внимания граждан от реальных проблем, коих нам на голову свалилась за последние пару месяцев вагон и маленькая тележка. А может быть, ради этого все изначально и затевалось? Ну вот давайте объективно. О чем страна роптала совсем недавно? Вся страна, подчеркиваю, именно. О паводках, которые каким-то кошмаром обернулись для целого ряда российских регионов. В Оренбургской области утонули два крупных города. Десятки небольших населенных пунктов оказались под водой. Только по официальным данным там пострадали. Почти 40 тысяч наших соотечественников-люди потеряли все. Проблемы с выплатами начались, насколько я понимаю. Но сейчас нам, пострадавшим от воды, нужна поддержка. Нужны финансовые ресурсы для восстановления. Об этом и просим. Просим на законодательном уровне поддержать, а не добивать спину условностями. Факт трагедии федерального значения налицо. Страх, уныние, обреченность в душе. Пересмотрите, пожалуйста, законодательство по данному вопросу. Отмените пункт о долях другой недвижимости. Пусть у нас будет дом. Прямо сейчас под воду уходят дома и все имущество наших сограждан в Тюменской и Курганской областях. Причем, если на Курганщине паводок пошел на спад, то в соседнем Тюменском регионе кошмар только начинается. Там пик прогнозируют на 6-10 мая пострадать могут свыше 17 тысяч человек. В Аббатском районе, который переживает волну масштабного наводнения, вода поднялась до отметки 12 метров 18 сантиметров, на 2,5 метра превысив критический уровень. Несмотря на укрепленные дамбы в райцентре, в селе Аббатском сохраняется высокая вероятность затопления, предупреждают власти. Но россиянам все это больше не интересно. У россиян новая игрушка, потому что что произошло? Произошло одно событие и неделю назад сериал про задержание чиновников подкинули для обсуждения 90% граждан. Моментально переквалифицировались в экспертов по борьбе с коррупцией сосед утонул. Помощи просят, да чихать на него тут вон, а какие дела творятся, чиновникам серьезных ластают. Это ж важнее. Перед судом в генеральских погонах заместитель Шойгу Тимур Иванов. Сегодня его арестовали. Предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Он вину не признал. Задержанный 23 апреля замминистра обороны Тимур Иванов отправился ровно по тому пути, который ему предсказывали. Быстрый суд, меры пресечения СИЗО и не абы какое СИЗО Алифортова. Задержание зама Шойгу Тимура Иванова это поистине историческая веха. Не потому что он задержан за взятку. Конечно нет. Всем плевать, что там за взятку. Ну я не знаю, я не удивлен. Знаете, многие слышали эту избитую фразу «я телевизор не смотрю», а кто-то даже произносил ее неоднократно. Смысл, который туда вкладывается, мол, гляньте, я умный, я на пропаганду не ведусь. А теперь, внимание, еще один вопрос, прости, дорогой. А когда ты вот это вот уже неделю с гаком смотришь в том же Ютьюбе, обсуждаешь с друзьями в соцсетях, когда вот это поглотило все твое внимание, отключив мозг от настоящих бет и чаяний в нашем общем доме, он и как бы ты назвал. Не ведешься на пропаганду и, к слову, чем ты сейчас? Отличаешься от ударенных телевизором. Вы же смотрите и обсуждаете одно и то же. Только они в ящике, а ты в интернете. Один и тот же сериал ты с ними смотришь в разном переводе просто. Так чем ты отличаешься? Ты действительно веришь, будто пропаганда над тобою больше не властна серьезно. И, кстати, любителям покричать, они будут блокировать Ютьюб. Зачем? Пока вы обсуждали эти небылицы о возможной блокировке данной площадки, кремлевские политтехнологи поступили умнее, они научились, наконец, втягивать вас. В нужное им инфополе вот здесь, на этой платформе. Могу только поаплодировать ребятам, а вам скажу. Поздоровайтесь с телевизором будущего, а то вы как-то о нем забывать начали. В общем, вы бы подумали об этом, друзья. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Пока-пока.